Здравствуйте! В эфире телеканала «Беларусь-2» информационная программа «Эстафета новостей». Об актуальных событиях региона за минувшую неделю расскажут корреспонденты телерадиокомпании «Гомель». Итак, сегодня выпуски. На Гомельщине подведены итоги сельскохозяйственного года. Областные «Дожинки-2015» прошли в Ельске. Центр лесной науки и Институт леса Национальной академии наук Беларуси отметил 85-летний юбилей. Лучшую медицинскую сестру области выбрали в Гомеле. Итоги сельскохозяйственного года подвели в пятницу в Ельске. Там состоялся областной праздник тружеников села «Дожинки-2015». Его основная цель – выразить благодарность всем, кто усердно и плодотворно работал на протяжении всего года. По традиции, в этот день были награждены победители областных соревнований. Те, кто достиг наивысших показателей на полевых работах. Тракторы и автомобили на областных «Дожинках» в Ельске – это не просто техника, а подарки победителям. Несмотря на проблемы, связанные прежде всего с неблагоприятными климатическими условиями, в значительной части хозяйств достигнуты неплохие результаты. 242 экипажа намолотили более тысячи тонн зерна. Среди тысячников и почти 300 водителей. Безусловные лидеры – экипаж Василия Коваля и Виталия Ильева из агрокомбината «Холмич» Речицкого района. На их счету почти 3700 тонн. В принципе, для этого года нормальные. Убрали 16-15 тысяч на молотиле общих. Мы с вами экипажем 3500. Поэтому для этого года, я считаю, это вполне хорошее. О том, какой трудовой подвиг совершили аграрии Гомельской области, можно судить по таким цифрам. В Гомельском, Житковичском и Жлобинском районах запас влаги под озимыми культурами составлял критически 20 мм. В Октябрьском, Мозрьском и Речицком почти вдвое меньше. И при этом хозяйства не только обеспечили животноводческий комплекс кормами и выполнили государственный заказ, но и создали запасы, которых хватит до следующего урожая. Победителей областных дожинок в этом году определяли по четырем номинациям. Лучшие на уборке зерновых и зернобобовых, лучшие по заготовке кормов. Плюс две номинации по животноводству. Гомельский, Ветковский и Добружский районы. На Жатве они были действительно лидерами. Даже замечаний было очень мало по уборке. С раннего утра до позднего вечера комбайнеров невозможно было с поля выгнать. Даже если дождь шел, стояли, обсыхали комбайны, обсыхал жнево и опять шли на уборку. Лучшее хозяйство по уборке зерновых – агрокомбинат Южный Гомельского района. Среди комбайнеров – Василий Коваль и Виталий Ильев из агрокомбината «Холмич» Речицкого района. Лучшие на заготовке кормов работают в Гомельском и Ветковском районах. Перенимать передовой опыт работы в животноводстве можно в Мозырьском районе. Аграрный комплекс Гомельщины в этом году свои главные задачи выполнил. Гарантирована продовольственная безопасность и наращен экспорт. Продукции произведено на 12 триллионов 600 миллиардов рублей. В этом году при всех климатических проблемах, которые мы сегодня имели, тем не менее 1 миллион 88 тысяч тонн мы получили. Если проанализировать работу вообще аграрного сектора в этом направлении и в этой пятилетке, то, конечно, приятно отметить, что область в целом в среднем имеет по 1 миллион 290 тысяч тонн ежегодно. Поэтому я думаю, что это для Гомельской области еще не предел. И мы с каждым годом должны и будем добавляться. На минувшей неделе председатель Гомельского облсполкома Владимир Дворник посетил предприятие «Гомель-обои». Глава региона ознакомился с производственным процессом, узнал об актуальных проблемах и вариантах их решения, а также встретился с трудовым коллективом. Предприятие, история которого началась в 1927 году, сегодня крупнейший в Беларуси производитель обоев. Более 70% продукции экспортируется в страны СНГ и дальнего зарубежья. Жесткая конкуренция задает не менее жесткие стандарты по качеству и ассортименту товара, требуя при этом снижения себестоимости. В рамках нашего холдинга совместно с Дубровской фабрикой «Герои труда» мы делаем бумагу более высокого качества, но по цене более низкую, которая может быть конкурентоспособной российской. То есть снижение себестоимости у нас намечается порядка 10%. Также с одной из прибалтийских компаний мы развиваем проект тоже по совместному производству красок пигментных. То есть это золото, серебро, жемчуг и так далее. То есть это нам позволит существенно снизить себестоимость продукции. Ежемесячные дизайнеры разрабатывают до 10 видов новых обоев. На сегодня в коллекции более 400 рисунков с современным дизайном и колористикой. Каждый новый вариант утверждается художественным советом. Затем создаются шаблоны для трафаретной печати, налаживается серийное производство. Кроме продукции основного профиля развивается выпуск и других видов. В их числе этикетки, упаковка для пищевой промышленности, пароизоляционный материал, бумага технического назначения. Кстати, предприятие традиционно становится призером различных профессиональных конкурсов. Однако, как отметил председатель Гомельского облсполкома во время встречи с коллективом, стремиться всегда есть к чему. Для нас очень важно, чтобы выручка на одного работающего с каждым месяцем, с каждым годом росла. Понимаем, что соответственно идут отчисления в бюджет, есть возможность поднимать какие-то социальные направления. Сегодня есть и объективная причина, и здесь мы тоже не отрицаем. В связи с тем, что вы видите, что рынки мировые подсели, спрос на продукцию стал меньше. Но, тем не менее, мы сегодня и видим, что возможности каждого предприятия еще не исчерпаны. Сегодня надо каждому предприятию работать над снижением своих затрат, для того, чтобы получить конкурентоспособную продукцию. Интерес местных властей к таким частным случаям в отраслях промышленности отнюдь не случайен. Ведь способность каждого отдельно взятого предприятия удерживать позиции на рынке помогает в достижении общей цели, той, на которую ориентирован весь реальный сектор экономики региона. Устойчивого развития. 85-летний юбилей отметил на минувшей неделе Институт леса Национальной Академии Наук Беларуси. Кстати, единственное в своем роде специализированное научно-исследовательское учреждение в стране. На его счету немало ценных разработок, способных принести большую пользу обществу и экономике. Центральным событием торжеств стала международная конференция, посвященная вопросам инновационного развития лесного хозяйства. Какие разработки могут предложить ученые и что сегодня нужно практикам? Поинтересовались наши корреспонденты. Белорусский научно-исследовательский лесной институт в Гомеле открыли в 1930 году для практической помощи лесному хозяйству. Сегодня одна из самых актуальных проблем, над которой работают ученые, изменение климата и, как следствие, появление новых вредителей и болезней, гибель традиционных для этих мест растений. Проблема настолько масштабная, что решить ее можно только совместными усилиями ученых разных стран. Серьезные изменения климата ведут к тому, что усыхает ель, если смотреть в Украину, с Карпат и практически до Прибалтики. Ей не хватает влаги, ей не хватает почвенной влаги, не хватает поверхностно-корневая система, и поэтому надо искать какие-то другие породы, либо технологии выращивания, которые давали, чтобы леса были более устойчивы. На конференцию в Гомель пригласили ученых из Беларуси, России, Украины, Польши, Литвы и Латвии. Будущее лесов волнует всех, тем более, что процесс потепления затронул все европейские страны. Каждый из участников делится своими наработками, и весьма вероятно, что они будут использованы у соседей. Что касается гомельчан, то они среди пионеров в области генетических исследований. Полученные здесь наработки позволяют уже сейчас говорить о реальности выращивания лесов заранее заданными качествами. Сегодня мы уже подошли к полногеномному секвированию, то есть расшифровке генетической структуры данных деревьев. Это уже значительно сокращает этап селекционной работы, потому что мы будем видеть, какие гены отвечают за конкретные признаки, и, соответственно, уже вести отбор. Особенность большинства современных научных разработок – их практическая направленность. Лесное хозяйство, как и любая другая отрасль, должна приносить прибыль. В последнее время в Беларуси проведена модернизация деревообрабатывающих предприятий. Сейчас главная задача ученых и практиков – обеспечить их качественным сырьем. Пора прекращать экспорт круглых лесоматериалов. То есть это рабочие места, если мы здесь будем перерабатывать, это налоги. Поэтому и работа совместная, которую ведет Министерство лесного хозяйства и Института леса, она направлена именно на эту цель, чтобы вырастить высококачественный, высокопродуктивный, разнопородный состав леса. В Гомеле прошел конкурс профессионального мастерства среди медсестер. Побороться за звание победителя в областной центр приехали специалисты со всей области. Местом проведения профессиональных баталий стал Гомельский государственный медицинский колледж. В этом году лучшую медсестру Гомельской области выбирают уже в третий раз. За победу боролись 19 участников. Все они уже стали победителями в своих учреждениях. Но здесь путь к пьедестолу был более сложным. Пройти его надо было через 4 испытания, которые включили как проверку знаний и навыков, так и творческие задания. Как бы качественно ни была проведена операция, ее результат сойдет на ноль, если не будет надлежащего ухода. Именно это обязанность медсестер. Иногда в борьбе за здоровье пациентов нужны и доброе слово, и юмор, ведь смех, как известно, тоже лечит. Видимо, именно поэтому в конкурсе профессионального мастерства участники должны были проявить и свои артистические таланты. Сегодня медсестер на Гомельщине готовят две кузницы – Гомельский и Мозорский колледжи. Проходные баллы в них остаются неизменно высокими, что еще раз подтверждает престиж профессии. На сегодня медицинские учреждения области укомплектованы медсестрами почти на 100%. И все чаще эту профессию выбирают мужчины. Я работаю на отделении скорой медицинской помощи на Ролянской центральной районной больнице с 1998 года. То есть на сегодняшний день это уже 21 год моей службы. Профессия очень тяжелая, очень серьезная и очень ответственная. Александр Заяц, кстати, стал победителем в номинации «За волю к победе» – второе призовое место у Екатерины Тимошенко из Гомельской областной детской клинической больницы. А лучшей медсестрой Гомельской области в этом году стала сотрудница Реческой центральной районной больницы Марина Дулуп. Гомельское областное отделение Союза писателей Беларуси объявило в регионе о проведении года Макайонка. 12 ноября со дня рождения народного писателя Беларуси, уроженца Гомельской области Андрея Макайонка, исполнилось 95 лет. Драматург и сценарист оставил значительный след в советской литературе. О том, каким он остался в памяти потомков – материал наших корреспондентов. Андрей Макайонок родился в деревне Борхов современного Рогачевского района. В юности его биография мало чем отличалась от биографии сверстников. Окончил школу, поступил в военное училище, принимал участие в Великой Отечественной войне. Он не имел специального литературного образования, но создал произведение, ставшее классикой и эталоном жанра. Давайте сгадаем трибунал. Народная трагикомедия. И он, по сути, изосновал вот этот жанр трагикомедии у беларусской литературы. Сатиричный жанр у беларусской литературы. Комедию памфлет, комедию репортаж. Это все Андрей Макайонок. На собрании писателей Гомельской области принимается единодушное решение. Начиная с 12 ноября провести в регионе год Макайонка. На практике это будут встречи писателей с читателями в городах и деревнях. Возрождение интереса к произведениям писателя. Также планируется подготовить сборник пьес современных драматургов. На Гомельской земле у Андрея Макайонка оказалось много достойных последователей. Это так само мы пропоновали, накировали лист до керовника региона, старшине Аблыканкама, у яким унесли пропоновы, как день беларусского письменства у Рогачеве, яке будет, уверен, с ненаступного года, так само пройшел под знаком нашего ведомого талиновитого письменника-земляка. На этом наша программа завершена. Смотрите эстафету новостей по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». В студии работал Сергей Негеревич. Всем хорошего настроения и удачной недели. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин